У истоков черного золота. Выставка с таким названием открылась на Ринмаре. На экспозиции представлены предметы как из фондов окружного музейного объединения, так и в Оркутинского музейно-высточного центра. Огромную коллекцию экспонатов накануне выставки передала вдова Георгия Чернова из семейного архива. С открытия выставки с подробностями Ольга Русул. Чернов-Большеземельский. Именно так называли Георгия Александровича близкие друзья. Геолог, ученый посвятил изучению нашей тундры 60 лет своей жизни. На открытие поистине уникальной выставки приехала вдова Чернова. Любовь Николаевна рассказала о неоценимом вкладе мужа в развитие геологии Ненецкого округа и севера в целом. Конечно, вот если бы он сейчас приехал сюда, он бы был очень рад, потому что на самом деле он был непризнанный в советское время. И как-то все это обходилось стороной. И в основном в советской литературе, если вот вы откроете любую книжку, как писалось, высветился десант геологов и месторождение открыто. А как оно было открыто? Сколько было ученых? Сколько было первых женщин-геологов? Это была целая русская школа геологов, которые занимались изучением этого нашего края, необыкновенного. 60 полевых сезонов Большеземельской тундры и каждый раз из поездки он привозил открытия в области геологии, палеонтологии и археологии. Георгий Чернов был разносторонне развитым человеком, не пропускал ни одного артефакта на своем пути. У меня такое ощущение, что это вот люди были святые. Вот он по натуре был аристократом и жил он очень скромно. Это был духовный аскетизм во всем. То есть он практически, он считал самое главное, это питание у человека должно быть хорошее. Вот одежда или там какие-то вещи, он на это вообще практически не обращал внимания. На выставке представлены предметы из семейного архива геолога. Впервые экспонируется коллекция личных вещей ученого, переданных в собрание музейного объединения его супругой Любовью Черновой. За каждой вещью история. Одной из старейших, я так понимаю, это вот ступка, которая нужна для размельчения породы. Она принадлежала еще отцу Георгия Александровича, известному геологу Александру Александровичу Чернову. Второй бы, наверное, я поставила на второе место спальный мешок 1940 года, который сшила первая жена Георгия Александровича, Тамара Николаевна. И, наверное, знаменательно, что набит этот мешок пухом гусей, которые еще в 1939 году плавали по реке Кови. С приветственным словом к собравшимся на торжественное открытие выставки обратились первые лица Ненецкого округа. Я хотел бы поблагодарить Любовь Николаевну, организаторов этой выставки, и выразить слова признательности не только от себя лично, но и от всех жителей округа, что действительно в такое непростое время эта выставка состоялась. Поздравляю вас с этим. Выставка будет интересна широкому кругу людей, любящих и изучающих историю Ненецкого округа. Через личность ученого можно лучше узнать об освоении нашего региона. Одними из первых ее посетили участники клуба скандинавской ходьбы. Ирина Терещенко поделилась впечатлениями. Мне интересна эта выставка, во-первых, изучением великих людей России. Для меня этот человек, это великий человек, человек, который посвятил себя служению Отечества. Поэтому мне всегда интересно, как можно больше узнать о таких людях, что ими двигало, да, почему они создавали вот такие вещи, да, такие же как бы шедевры. Я всегда как бы немножко таким языком говорю от культуры, да, шедевры, но это тоже шедевры, да, изучить весь этот природный пласт и что это дает для Ненецкого автономного округа, ну и в целом для Российской Федерации. Работа выставки продлится до 31 октября. Сотрудники музейного объединения подготовили две экскурсии. Одна из них расскажет о биографии Георгия Чернова, а другая, интерактивная, ориентирована на школьников и поможет им получить новое знание о полезных ископаемых Ненецкого округа. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дмитрий Александрович.